они самый доступный источник витаминов группы b а еще c d e pp и 17 видов аминокислот кроме этого в них содержатся антиоксиданты ферменты хром кальций фосфор и другие нутриенты так что по питательным свойствам им уступает даже мясо они же основа хлеба который спасал человека от истощения самые тяжелые времена наверняка вы уже догадались что говорю я о дрожжах о них будем говорить и в ближайшие полчаса конечно же с профильными специалистами чтобы выяснить как исследователи выводили идеальный рецепт дрожжей и какие а главное для чего исследования проводят наши ученые сегодня это проект наука рядом студии екатерина берецкая здравствуйте и смотрите в программе их использовали тысячелетиями и даже не подозревали что по сути работают с живыми микроорганизмами вместе изучим историю вопроса узнаем как сегодня дрожжи выращивает производители почему любой отечественный хлеб можно назвать живым и какой биологически ценный продукт смогли получить наши ученые из дрожжевой клетки в эфире совсем скоро египтяне еще в шестом тысячелетии до нашей эры стали делать натуральные закваски в виде пасты с их помощью они варили квас то закваска и стала первым прототипом современных пищевых дрожжей а как человек в конце концов пришел к производству дрожжей современных расскажу прямо сейчас наши предки по примеру египтян тысячелетиями использовали дрожжи в кулинарных целях например на руси готовили закваски на ржаной муке пшеницы ячмене и овсе однако качество продуктов было нестабильным потому что знаний о самих технологических процессах не хватало долгое время люди не могли даже представить что дрожжи это живые организмы рассмотрите их под микроскопом который сам и изобрел смог лишь в 1680 году нидерландский ученый антони ван левенгук но признаков жизни он в них не распознал сделал это уже в 1857 году микробиолог из франции луи пастер и доказал что именно дрожжи вызывают спиртовое брожение ученый смог первым понять что то самое брожение это не простая химическая реакция а биологический процесс за который дрожжи и отвечают спустя чуть менее 30 лет датский химик и микробиолог эмиль христиан хансон выделяет чистую культуру дрожжей которую в 1883 году впервые использовали в пиво варенье вместо нестабильных заквасок после этих открытий стало понятно что дрожжи это один из самых древних микроорганизмов на планете их относят группе одноклеточных грибов однако утративших грибное строение в виде разветвленных нитей из-за перехода обитания в жидкие среды основных групп дрожжей сегодня осталось две аскомицеты размножение у них происходит при участии разных полов и базе домицеты они размножаются более примитивно простым слиянием клеток с этого момента технологи начали оттачивать рецептуру производства дрожжей основа которой дошла до наших дней произведенные в беларуси дрожжи и синтетика это несовместимое понятие потому что носители витамина b дрожжевые микроорганизмы щепетильно выращивают часами в специальных помещениях комбинатов естественным путем а вот из каких этапов этот процесс состоит и как выглядит смотрите в нашем следующем материале производство дрожжей это по сути естественный процесс поскольку дрожжи живые организмы главное создать нужные условия и не мешать как раз этим и занимаются на слуцком дрожжевом заводе совместном предприятии беларуси и германии у нас дрожжи хлебопекарные и спиртовые основные их применения естественно хлебопекарных изделиях и спиртосодержащих изделиях а вся магия начинается с маленькой пробирки в которой из германии грибки приезжают беларусь здесь образец культуры разрастается под воздействием питательных веществ в частности мелассы это отход сахарного производства кстати именно поэтому дрожжевой завод и построен в слуцке рядом на соседнем предприятии всегда из сахар потом мы с этого бачка их перегоняем большую емкость там тоже добавляются питательные вещества в основном это меласса больше емкости они опять же под определенной температурой под подачей воздуха они размножаются увеличиваются такой многоступенчатый рост грибка называется ферментацией а когда он завершается начинается процесс другой сепарация простыми словами это отделение питательной сахарной среды в которой дрожжи росли от самих дрожжей затем получившаяся жидкость отправляется в емкость для хранения где находится при температуре от двадцати восьми до тридцати двух градусов чтобы сомнений высочайшем качестве продукта не было на заводе работает своя лаборатория его контроля я занимаюсь микробиологическим контролем процесса производства дрожжей сюда входит контроль воздушной среды контроль вспомогательных материалов контролью воды которая используется в процессе производства дрожжей для того чтобы выработать качественный продукт необходимо контролировать очень много различных параметров поэтому мы в своей практике используем наверно самое современное оборудование которое и позволяет нам получается качественный продукт среди таких параметров бактерии из группы кишечная палочка плесень и молочнокислые микроорганизмы их пагубная микрофлора может стать причиной отравлений а еще спровоцировать неправильный рост грибка или вовсе его подавить для выявления посторонних организмов микробиологи проводят так называемый посев эта процедура при которой на специальную химическую посуду наносят разные питательные среды для каждой микрофлоры своя затем заливают в эту посуду жидкие дрожжи и смотрят прорастет ли посторонняя микрофлора если нет продукт чист а вот если наоборот брак наша основная задача здесь для того чтобы готовый продукт не попали посторонние микроорганизмы которые бы могли привести допустим отравлению или еще более худшим последствиям после того как дрожжи прошли контроль качества по микробиологическим параметрам их ждут последние этапы производства так как производство пищевое нужно полностью быть специализированной одежде и более того пройти абсолютно полную дезинфекцию иначе без этого в цех не попасть в фильтрационном отделении на вакуумный фильтр наносится небольшой слой крахмала с помощью вакуумного насоса наносятся жидкие дрожжи и с помощью вакуумного насоса за один оборот фильтра дрожжи скажем так превращается в твердый продукт они падают в экструдер где непосредственно хорошо вымешиваются попадают в пресс форму ну а дальше дрожжи ждет участок упаковки здесь продукт получает свою одежду и снова проходит проверку и только после этого дрожжи отправляются на склад откуда вскоре их заберут не только на хлебопекарные предприятия нашей страны вы смотрите проект наука рядом сегодня изучаем один из самых древних микроорганизмов на планете это дрожжи и вот еще о чем расскажем и сырье для производства и объект для исследований для чего наши ученые используют дрожжи что такое дрожжевой экстракт с высокой биологической доступностью и какое применение дрожжам нашли белорусские микробиологи ученые часто проводят самые разные исследования используя дрожжи поскольку это клетки живые и быстро размножаются но для некоторых специалистов сами дрожжи стали объектом исследования например для технологов от научной деятельности которых зависит качество вкус и цвет дрожжевых изделий которые мы так любим хлеб булочки батоны и многое другое сегодня у нас в гостях руководитель одного из отделов научно-практического центра по продовольствию нашей академии наук виталий здравствуйте здравствуйте екатерина виталий давайте начнем так сказать с основ нпц по продовольствию это скажем так первая остановка всех продуктов после которой продолжается их путь и доходит до магазинов дрожжи в том числе расскажите пожалуйста с научной точки зрения да чем дрожжи интересны как их исследует дрожжи на самом деле это уникальные живые организмы без которых невозможно получить ряд пищевых продуктов они являются незаменимым помощником технолога при производстве кваса хлебобулочных изделий и вся линейка алкогольной продукции и и невозможно получить без использования дрожжей поэтому они требуют к себе трепетного внимания при исследовании с целью совершенствования поэтому исследования связанные с дрожжами требует определенного серьезного отношения с целью оптимизации технологических процессов и повышение качества пищевой продукции наш центр проводит ряд исследований в этом направлении как я уже сказал мы занимаемся оптимизация технологических процессов в которых используются дрожжи для более эффективного использования сырья и повышение качества готовой продукции мы занимаемся поиском новых направлений по применению дрожжей по получению новых продуктов на их основе ну и конечно же занимаемся постоянным мониторингом и анализом качество продуктов произведенных ну в том числе и из дрожжей на основе дрожжей так как мы сегодня о них говорим с целью обеспечения безопасности пищевой продукции качества и потребительских ожиданий давайте к новым направлениям и конкретно к вашей исследовательской деятельности вы разработали технологию переработки дрожжевой клетки в чем суть технологии как вообще идея такая появилась это технология связана с глубокой ферментативной переработкой дрожжевой клетки то есть ферменты это биологические катализаторы которые расщепляют дрожжевую клетку и на основе уже компонентов дрожжевой клетки мы получаем совершенно новые продукты такие как дрожжевой экстракт и ацербент микотоксинов это направление исследований у нас появилась в связи с тем что на пивоваренных предприятиях имеется в технологическом цикле избыток дрожжей которые обычно утилизируется на корм сельскохозяйственным животным либо сушится в нативном виде и используется уже как сухие дрожжевые клетки там для кормовой промышленности в основном где-то может быть для пищевой мы пошли дальше и и собственно говоря в результате этого исследования абсолютно новое направление разработали два вида абсолютно нового продукта да дрожжевой экстракт давайте о нем сначала подробнее да дрожжевой экстракт это продукт получаемый из дрожжей все те ценные компоненты которые находятся в дрожжах мы выделяем это витамины аминокислоты свободные макро микроэлементы и получаем на их основе дрожжевой экстракт сферы применения дрожжевого экстракта довольно широки он используется от пищевой промышленности до микробиологии в пищевой промышленности он может использоваться как натуральный усилитель вкуса для замены всем известного глутамата натрия пищевой добавки с индексом е эти свойства его обусловлены высоким содержанием глютаминовой кислоты и аргинина также может использоваться как источник биологически ценных компонентов за счет содержания витаминов аминокислот макро микроэлементов тоже для обогащения пищевых продуктов в кормовой промышленности может использоваться с целью повышения поедаемости кормов так как тоже это более привлекательные корма получается то есть вкуснее они становятся для животных конечно конечно для животных ну и как источник опять же ценных веществ необходимых для роста и развития организма в косметологии используется тоже в кремах которые женщины используют повседневно как источник опять же биологически ценных компонентов витаминов заменимых незаменимых аминокислот в микробиологии как питание при культивировании тех же дрожжей или бактерий так как он в своем составе является очень полноценной средой для их роста и развития а вот второй продукт я зачитаю органический микоадсорбент название сложное для не специалиста непонятное но мне кажется вот в дрожжевой экстракт забрали все самое лучшее витамины аминокислоты что осталось органическому микоадсорбенту и для чего он нужен где его можно использовать второй продукт органический микоадсорбент он тоже уникальный по своим свойствам основное его свойство это эффективное связывание токсинов вредных веществ основное назначение конечно органического микоадсорбента за использование в кормовой отрасли для того чтобы нейтрализовать вот это негативное действие микотоксинов в кормах при их наличии механизм действия микоадсорбента несложные он добавляется в корма в определенной дозировки и при поедании уже кормов при наличии в них микотоксинов в желудке животного связывает микотоксины и выводит с продуктами жизнедеятельности, за счёт чего негативных последствий, которые плохо влияют на организм, животного, естественно, ограничивают его рост развития, продуктивность, все эти негативные последствия минимизируются. То есть такая дрожжевая щётка. Можно и так сказать. Можно и так сказать, да. Насколько вообще технологически сложный процесс выведения вот этих двух абсолютно новых продуктов? Расскажите. На самом деле, да. Это довольно сложный биотехнологический процесс, требующий серьёзного контроля заданных параметров, начиная от ферментативного гидролиза дрожжевой клетки и подготовки сырья и заканчивая уже сушкой готовых продуктов, микоацорбента, дрожжевого экстракта. Ну и, конечно же, требующий определённого технического оснащения, то есть для него нужно своё оборудование. Но наверняка экономически это выгодно, потому что, как правило, новые продукты продаются уже дороже, чем исходное сырьё, те же дрожжи. Да, безусловно. Несмотря на то, что он будет дороже дрожжей, экономика здесь просматривается, потому что продукты абсолютно нового направления, целевого назначения, но стоимость, конечно, будет дороже за счёт того, что затраты на технологический процесс выше, за счёт того, что контроль к качеству как процесса, так и самого продукта тоже гораздо серьёзней, поэтому всё это отражается на стоимости. Но, с другой стороны, мы можем продавать дороже, значит, нам это выгодно. Безусловно, потому что эти продукты находят применение в различных отраслях, и уникальные свойства отражаются, конечно же, на их стоимости, на экономике. Виталий, что дальше? Может быть, есть планы по каким-то ещё новым исследованиям, где главными героями тоже будут дрожжи? Или уже не дрожжи? Да, с дрожжами мы работаем постоянно. Мой отдел в первую очередь, потому что, как я уже говорил, все продукты, большинство продуктов, которыми мы занимаемся, они получаются только с использованием дрожжей. Алкогольные и в том числе безалкогольные продукции? В том числе и безалкогольная продукция. Тот же квас? Квас. Сегодня развивается направление различных безалкогольных сброженных напитков, которые тоже требуют применения дрожжей, и без них невозможно получить такие продукты. Собственно говоря, в этом направлении мы и начинаем свои новые исследования, одни из, совместно с Институтом микробиологии, по разработке технологии получения сброженных безалкогольных напитков и безалкогольного пива на основе отечественных раз дрожжей. Потому что в этих продуктах нам нужны определённые свойства дрожжей, которые не нужны в крепкой алкогольной продукции. Это минимум спирта и максимум вкусообразующих и ароматообразующих веществ. То есть для этого нужны какие-то будут... Да, для этого будут проводиться исследования и выводиться определённые расы дрожжей, которые позволят нам такие продукты получать. Виталий, ну тогда вам и вашей команде только успеха ждём новых продуктов, произведённых с помощью новых рас дрожжей, как вы сказали. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо, Екатерина, что пригласили, а вам побольше интересных сюжетов. Спасибо. Свойства дрожжей заинтересовали и микробиологов нашей Академии наук. Оказалось, что питательные свойства этих микроорганизмов могут быть полезны для животных. О новом проекте расскажут мои коллеги. Один из параметров, за который микробиологи любят дрожжи – их микроскопический размер. Чтобы понять, насколько они малы, можно себе представить, что, допустим, в одном грамме дрожжей содержится 10 миллиардов клеток. А чтобы это как-то вообще в голове уложилось, нужно сказать, что вот это количество клеток, если выстроить в одну цепочку, это будет более 80 километров. А для того, чтобы поясать нашу землю по экватору, понадобится менее чем полукилограмма дрожжей. Но главное – это их метаболическая активность, то есть их способность синтезировать огромное количество биологически активных веществ. И оказалось, они могут решить достаточно сложную проблему – недостаток белка в пище животных. Они являются своеобразной фабрикой продукции белка. Специально выведенные штаммы дрожжей, они могут накапливать протеин в своих клетках от 50 до 75%. И если учесть, что это быстрорастущие микроорганизмы, что их можно выращивать на дешевых питательных средах, что это очень быстрый процесс, независимый от погодных условий, можно понять, какой это потенциал для решения такой проблемы. Ею стали заниматься в Институте микробиологии НАН Беларуси. В помощники взяли отходы одного из самых богатых белком продуктов – сои. Мы разработали способ, основанный на отобранных нами штаммов, который позволяет увеличить содержание в этих отходах белка на 5-8%. Это очень большой показатель. Чтобы достичь этого, ученые соевый шрот, то есть отходы сои, обрабатывают дрожжами, затем увлажняют в течение небольшого количества времени и ждут, когда дрожжи начнут развиваться и давать ценнейшие питательные вещества. Они выделяют определенные метаболиты. Это и ферменты, это и полисахариды. Вот, например, можно посмотреть, какое количество полисахаридов могут выделять дрожжи. Они синтезируют ферменты, которые участвуют в расщеплении белка. Они разрушают антипитательные вещества, которые содержатся в сои. Они синтезируют витамины и сами при этом синтезируют белок, так называемый дрожжевой белок. В результате мы получаем продукт, который обогащен белком и не только белком, а он обогащен еще продуктами метаболизма, которые, например, полисахариды, они являются гепатопротекторами, они оказывают сорционное действие. Ученые Института микробиологии и нашей Академии наук первые в стране предложили использовать живые культуры дрожжей для БАДов, которые обогащают рацион животных. Мы начали эту разработку, наверное, лет 12 назад. Это были первые исследования в Белоруссии, касающиеся использования живых дрожжей в составе кормовых добавок. Нам удалось тоже подобрать такой штамм дрожжей. И если у всех это были в основном дрожжи рода сахаромицис, сахаромицис-ревизия, которая используется в пивоварении, виноделии и так далее. И наши исследователи отобрали уникальный штамм, который синтезирует фермент с пребиотическими свойствами. И таким образом нам удалось получить кормовую добавку, которая обладает не только пребиотическим, но и пребиотическим действием. И вот это была наша первая разработка в плане создания кормовых добавок более или многофункционального действия. Эту работу мы всегда выполняли в сотрудничестве с нашими коллегами-животноводами, которые всегда оценивали качество этого продукта, как он влияет на организм животных. И оценка была получена очень высокая. Исследования, начатое более 10 лет назад, стали основой для создания современных и очень сложных по своей конструкции биологически активных добавок для животных. Одна из них соединила в себе уже два штамма дрожжей. И когда мы соединили родаторулу и криптококус, два таких штамма, причем они росли не по отдельности. Это был препарат, полученный путем совместного культивирования вот этих дрожжей. И в результате у нас получился препарат, он был пробиотический, пребиотический, он был гепатопротекторный, он был энтеросоркционного действия. То есть вот такой вот комплексный препарат. Сегодня ученые могут предложить добавки для животных, птиц и даже пчел. Советский врач Реф Зильбер изобрел действенное лекарство от витаминоза на основе мха и дрожжей. Если вы были с нами эти полчаса, то уже знаете, что сегодня эти микроорганизмы используют в пищевой промышленности, выводят из дрожжевой клетки биологически ценные продукты, а также добавляют в лекарства и корма для животных. И пока вы смотрели эту программу, наши ученые продолжали и продолжают открывать что-то новое. Потому что, как сказал Анареда Бальзак, ключом ко всякой науке является вопросительный знак. А они вопросы вряд ли когда-то закончатся, потому что наука рядом. Редактор субтитров А.Семкин